Неизвестная цивилизация устанавливает на Земле гигантские машины, чтобы использовать людей в качестве ресурсов. Меня зовут Костя Немуви и это Кинофокс. Одним поздним вечером трое друзей Ханна, Герберт и Оги отправляются в лес искать метеорит, падение которого увидела девушка. Тройца колесит по лесу на велосипедах, обсуждая работы их преподавателя доктора Стинт. Женщина написала немало работ, посвященных инопланетному разуму, но пока никаких доказательств его существования найдено не было. Проехав сквозь лес, молодые люди так и не смогли найти небесное тело, и Герберт предлагает друзьям переночевать в доме его матери, который находится неподалеку. А утром можно продолжить поиски, ведь Герберт уверен, что на Землю прибыли марсиане. Наступает утро. Герберт и Ханна давно поднялись и подшучивают над спящим Оги, пока тот не проснулся. Разозленный парень обещает друзьям неприятности, но они только хохочут над ним. Мама Герберта приготовила для ребят завтрак и сообщает сыну о своей поездке в соседний городок к своему брату. Она настаивает на том, чтобы сын приехал туда же, но тот, видимо, не особо дружен с дядей, потому что выходит из-за стола. Друзья находят его в комнате, где тот задумчивым видом вертит в руках старую рацию своего отца. Оги посмеивается над ним, ведь такие станции давно устарели, и троица отправляется есть блинчики. Но мама Герберта проговаривается о том, что с самого утра по радио передают сообщение о метеоре, приземлившемся неподалеку. И ребята забывают о еде и убегают из дома, спеша в названное место. Вскоре они подъезжают к прогалине в лесу, посреди которой лежит огромное твердое тело, окруженное любопытными людьми. Троица пробирается позади всех и выходит к торцевой стене непонятного объекта. Ханна снимает метеорит, от которого исходит такой жар, что Оги обжигает руку. Люди понимают, что это вовсе не метеорит, потому что форма его слишком правильная. И вдруг стена начинает раскрываться, и в глубине ребята видят странное паукообразное существо, окруженное темным дымом, которое как будто разглядывает их. Девушка предлагает уходить, и парни поддерживают ее. Но на выходе с поляны их задерживает полицейский, ведь они нарушили запрет и прошли на огороженную территорию. Друзья пытаются отговориться полученным от профессора заданием, но мужчины не верят, ведь педагог не послал бы детей в опасное место. По итогу полицейский советует дождаться доктора Стинг, который появляется довольно скоро. Герберт рассказывает о существе, но она не принимает его рассказ всерьез. Но тут летающий объект окутывает облако дыма, его стена открывается, и оттуда появляется пришелец на очень высоких ногах. Он поднимается над изумленными людьми и будто рассматривает их. Ребята бросаются бежать как раз в тот момент, когда пришелец открывает охоту за людьми, сжигая их огнем. Толпа с воплями бросается бежать, но почти все попадают под пламя. Друзьям удается спрятаться в чащах, где они до этого оставили велосипеды, и они успевают доехать до городка, увидев по дороге очередное падающее неподалеку небесное тело. Вернувшись в дом, они не находят мать Герберта, ведь женщина предупреждала о своем отъезде. Ребята наблюдают многочисленные военные самолеты, пролетающие в сторону падения кораблей пришельцев, что вселяет некую надежду. Стремясь узнать новости, они включают телевизор, но увиденное только портит настроение. Очевидно, что повсюду царят хаос и неразбериха, и никто не может сказать, что будет дальше. Но вскоре связи ТВ полностью отключаются, и все остаются без информации. Герберт высказывает предположение, что марсиане не могут двигаться по земле с большой скоростью, ведь гравитация их планеты гораздо меньше земной. Наступает утро, и Ханна вдруг замечает движение в кустах неподалеку. Встревоженная она зовет друзей. Герберт окликает невидимку, и из кустов выходит военный в состоянии шока. Он просит позволить ему немного отдохнуть, ведь он единственный, кто выжил из взвода. Бэкстер садится за стол, и молодые люди замечают его подавленность, которую он объясняет тем, что марсиане просто уничтожили их, как муравьев. Герберт наливает мужчине спиртное. Он немного приходит в себя и отправляется в ванную, где у него случается паническая атака. Но спустившись к друзьям, он уже овладевает собой и рассказывает о том, что происходит в округе, предлагая уходить как можно дальше. Герберт хочет найти мать, но Бэкстер не может сказать точно, какие дороги безопасны. Он потерял свою рацию. И тогда ребята вспоминают о старой рации отца Герберта. Военный прокладывает путь к нужному городку и пытается связаться с кем-нибудь из коллег. И вскоре ему отвечает Капрал, который объясняет ситуацию. Друзья понимают, в какую сторону нужно двигаться, запасаются едой и находят еще один велосипед для своего нового друга. Ведь Капрал предупредил, что марсиане чувствуют выхлопные газы и мгновенно уничтожают автомобили. Над ними пролетают истребители. И связавшись с Капралом, друзья едут в указанную сторону, где натыкаются на огромную треногу марсианина, громившего городок. Объехав его, они добираются до военного поста, который направляет их к реке, где людей переправляют на ту сторону. И еще, военные не советуют ехать в городок дяди, потому что третий цилиндр приземлился как раз на его окраине. Скорее всего, его близких уже эвакуируют в Лондон, где безопасность обеспечивает старое бомбоубежище. Ханна беспокоится о своих близких, но военные ничего не знают о других городах и нет никаких сообщений из Европы. Компания добирается до берега, где скопилось довольно много людей, надеющихся перебраться на тот берег. Бэкстер умудряется найти свободную лодку и направляет троицу к ней, а сам уходит к военным. Ребята усаживаются в нее, но вдруг над соседним берегом поднимается птичий гвалт, а потом над деревьями вырастает башня марсианина. Он открывает огонь по людям на берегу, но внезапно пришелец подвергается атаке военных вертолетов, от огня которых он загорается под всеобщее ликование землян. Но люди рано радуются, с другой стороны показывается сразу несколько марсиан, и друзья бросаются бежать и прячутся в темнеющем лесу. Наступает ночь, и выйдя снова к реке, они находят пустую лодку, усаживаются в нее и пускаются в путь по реке, с ужасом разглядывая далекие огни, встающие над местом, откуда они сбежали. Ханна высказывает надежду, что Бэкстеру тоже удастся спастись, но сами они уже очень устали и замерзли, и поэтому пытаются отыскать место для ночлега, для чего высаживаются на берег. Но пройдя небольшое расстояние, они замечают человека, сидящего в чаще леса. Герберт окликает его, и оказывается, что это священник. И кажется, с его головой не все в порядке, потому что он сразу начинает выяснять, кто и в чем из них грешен, ведь люди оставили бога, и поэтому скоро все умрут. Друзья просят указать им место для ночлега, но тот не слушает ничего, утверждая, что человечество само навлекло на себя гнев божий и скоро погибнет. Герберт пытается образумить пессимиста, рассказывая об уничтоженном на их глазах марсианине, и тот как будто приходит в себя, вызывается проводить компанию в ближайший дом и спасти их. Там они находят немного еды, но пастырь забирает большую часть себе, и когда друзья просят поделиться с ними, как завещал Господь, тот выхватывает нож и приставляет его к горлу Герберта, и начинает взывать к Богу, прося дать совет, как поступить с грешником. Парень просит не убивать его, и мужчина, наконец, отпускает его. Угрожая ножом, он приказывает всем садиться за стол и начинает разговор о том, что кормить нужно прежде всего женщину, потому что она будет нужна при втором заселении планеты. Священник находит вино и, выпив, рассказывает друзьям, что вся его семья погибла, и виноват в этом он, потому что разуверился в Боге, но теперь он слышит голос Господней и скоро воссоединится со своими близкими. Мужчина укладывается спать, предупредив, что каждого, кто подойдет к нему близко, он убьет, и друзья всю ночь сидят тихо, дожидаясь утра. Наконец, Герберт, набравшись храбрости, хочет забрать у него нож, но слышит звуки снаружи, и, выглянув в окно, видит марсианина, проходящего мимо. Тут мужчина просыпается и начинает кричать на ребят, не слушая их предупреждений. И тут же в разбитое окно проникает щупальца пришельца и хватает мужчину, пока ребята прячутся в дальней комнате. Вскоре это щупальца возвращается и начинает обыскивать остальные комнаты, но тут снаружи слышится звук самолетов, и пришелец отвлекается. Внезапно рация оживает. Это Бэкстер разыскивает своих новых друзей и указывает свои координаты. Компания выдвигается в его сторону, удивляясь странной красной траве, выросшей повсюду. Видимо, марсиане терраформируют планету. Найдя карту, они определяются с маршрутом и вскоре выходят на лесную поляну, где замечают сигналы из чащи леса и встречают Бэкстера, который устроил в кустах небольшой лагерь. Огги поднимает пистолет, но военный отбирает оружие, ведь тот не умеет им пользоваться, а сам парень разделывает пойманную им недавно рыбу, но ребята не голодны и отказываются от угощения. Ханна интересуется их дальнейшими планами, ведь они собирались идти в Лондон, но военный рассказывает, что большинство жителей переправились через Ла-Манш, а остальные ушли в подполье. Герберт не хочет больше прятаться, он призывает начинать сражаться. Военный предлагает спрятаться в канализации и оттуда уже осуществлять вылазки и нападения, но боится, что марсиане уничтожат их. В доказательство он связывается с одним из военных и тот рассказывает, что пришельцы собирают людей как скот в загоны. Парень расстроен, а Ханна признается, что чувствует себя в безопасности рядом с ним, а тот рассказывает о своем детстве и поддержке отца и объявляет о своем уходе. После недолгого спора остальные поддерживают его и отправляются в Лондон. Их встречает пустой горящий город, вокруг не души. Вскоре люди видят целую компанию пришельцев, которые методично сжигают город. Они идут дальше и вскоре обнаруживают корабль, около которого стоит тренога марсианина. Ханна задается вопросом, почему они стоят по эту сторону, и предлагает разделиться и осмотреть все более внимательно с разных сторон. Огги остается на месте, а остальные бегут в обход, но Бэкстер останавливается неподалеку от парня, в то время как Ханна и Герберт выходят почти к самому кораблю, где видят множество яиц пришельцев, которых кормят опыляя кровью землян. Друзья прячутся и связываются с военным, в то время как Огги хватает марсианин. Военный бросается ему на выручку и стреляет в чудовище, тем самым обращая на себя его внимание. Но тот протягивает второе щупальце и тащит мужчину поближе к себе. Но Бэкстер вытаскивает гранату и подрывает себя и пришельца. Огги выпадает из ослабевшего щупальца, друзья подхватывают его и уносят под огненными струями другого марсианина. Убегая, в итоге они прячутся под землей. Огги не соглашается оставаться тут и начинается спор, который гасит Ханна. Ночь они проводят, сидя у кирпичной стены, и девушка задается вопросом, что будет, если завтра они увидят погибший мир. Герберт шутит, хотя его одолевает тревога за маму. Наступает утро и друзья решают выглянуть наружу, где царит удивительная тишина. Неужели военные уничтожены? Ребята выходят на улицу, где нет ни одной живой души, и вскоре находят погибшего марсианина. Люди не понимают, что с ним случилось, но рядом лежит еще одно тело захватчика. И еще одно. Становится понятно, что все они почему-то погибли. И тут навстречу выходит доктор Стинт в сопровождении военных. Женщина рада, что ее ученики живы и здоровы, и объясняет, что пришельцы умерли от обычных земных бактерий, которые совершенно не опасны для людей. Счастливые друзья отправляются вместе с доктором к месту сбора уцелевших жителей Лондона. Тем более, новых приземлений пока не случалось. И тут Герберта по рации вызывает его мама, которая уже едет домой, и очень счастлива, что ее сын жив и здоров. Вот так и случилось, что существа, которые решили, что Земля слабая и беззащитная перед их огромной мощью, пали жертвами мельчайших организмов, ставшими главными защитниками населения планеты. Люди проиграли битву, но Земля победила. Пока что. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ставьте лайк этому видео и не забудьте в комментариях написать, как вам этот фильм. Ну, а я прощаюсь с вами и жду вас в своем телеграме. С вами был Костя Немуви. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok